всем привет мы приехали в торговый дом хорс да да кофейный кофейный попрошу внимание кофейный дом хорс полина владимирова два друзья ваш покорный слуга и венчат чем мы будем все делать мы сегодня будем делать еще фома а фома точно фома и борис еще получается чтобы всех человек с двумя компьютерами косынка паскас косынка мы сегодня мы привезли 6 наших лотов мы сегодня их попробуем влад их закодировал я не на чуде есть полин тоже на чудес Влад точно на чудес сейчас скажет я ничего я сейчас у меня кэш почистился я еще не помню но он кофе пьет частенько все он знает не прибедняйся мы оцениваю по протоколу и потом получается будем говорить что что можно изменить что можно исправить варианты могут быть такие может быть правда не нужно быть сейчас у вас самый лучший вариант и лучше не получится потому что в данном зерне ну по возрасту и причин интерментации это максимум который у вас получился или я скажу кофе классно конечно можно еще лучше из него выжать посмотреть на эту стадию давайте нам потом как ее поменять у вас аромат сухом виде за в корочке очень был супер крутой добро пожаловать кастрюлинг кастрюлинг я ничего не знаю там еще такой букет вылез какой-то цветочный супер по утрамцами кастрюлинг вообще для для тайфуна мне кажется у вас очень хорошая эта карматика сохранилась астрюлинг полина ку-инструктор первый в россии ку-инструктор единственный в россии ку-инструктор да первая и пока единственная первая и пока единственная есть конкуренция я поле называю мать драконов человек который выпустила девяносто девять процентов ку-грейдеров в россии да вот и сосна основатель хипс это платформа где онлайн курсы для кофейной индустрии я проходил два мне очень понравилось сколько там кофейной индустрии с два с 2001 года забор пожаловать у нас диагностика расскажите что за продукт я очень часто то есть у меня программа обучения не для того чтобы люди сами искали причину что их не получается заварили в обжаре например что не все готовы учиться ноги немножко лень более того иногда не хватает знаний из одного программы чтобы понять все особенности продукта поэтому на самом деле почему предлагаю всем идти на кью пройти потому что это база которая возможно вы вообще удивитесь кофе волшебно но тем не менее вижу что я же много сейчас особенно понравился год я работаю как байер обжаренного кофе для печерина и пробую очень много обжарщиков зерна и я понимаю что кому бы что поднастроить чтобы было вкуснее потому что хотелось бы чтобы выбор был больше поэтому продукт он появился из года исканий отличных чашек и думаю так ребят приходите ко мне я вам помогу я хочу чтобы у меня я выбирала больше чтобы полка у меня было шире чтобы гости узнавали больше прекрасного кофе проси много вкусного кофе привозится не все с ним справляются соответственно эту часть мне кажется мы можем сделать об этим самым крутым начинаем и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, а у меня две станции мне понравились Ну, прям, ну, компонентно, что вот это И вот к этой станции мне есть вопрос Большие Тельность тоже, да, примерно Мне тело везде Гладкое, легкое Ну, кроме одной станции Чайное У них у всех проблемы с телом Точно такое Не то, что плосковатое, но более Рыхловатое Легкое, да, рыхловатое Как будто что-то инородное, да, типа? Нет, не инородное, нет Не инородное, а какие-то Ну, взвесь чувствуется, да Совершенно точно Здесь посмотрите с криминализацией, что происходит Либо, ну, скорее затягиваете где-то, может быть Пытаясь ее как-то там Делать послаще Что еще вы заметили? Какую-то общую тенденцию Тенденцию? Да Я не заметил больше людей Ладно, шанс У меня В трех, наверное, станциях Оно на отстывании становилось суши Суши Да, суши еще появлялись почти у всех Опять-таки, это, в принципе, можно связать тоже с Крамеризацией Что для меня было очевидно Что у вас аромат В сухом виде В корочке Очень был суперкрутой Вообще Всего Там у меня даже девятка была Восемь Двадцать пять Восемь В общем, с половиной Но Этот вкус не перешел То есть корочка-то была Вода помогла этому раскрыться Но во вкус это не перешло Это вообще, в принципе, очень много Какая проблема Все, что было в аромате Должно перейти во вкус Все, это такая аксиома То, что это потенциал вашего зерна У вас очень классный кофе Но во вкусе он не переходил Единственное, какие-то более Сказать, что То, что было в аромате И сохранилось во вкусе Не У многих было просто как-то оттенками То есть аромат был гораздо богаче Для меня было отличие Поработали первую-вторую стадию Третью хочется подкресировать Но может быть она связана Четвертой больше даже С крэком Чем с этим И дальше уже посмотреть Вот это развитие Вот Теперь можно прям Показать Кофейная история В общем Мы кофе жарим С 2016 года И 7 лет Мы жарили его Исключительно На конвекционных Ростерах Тайфун И чем эти Ростеры прекрасны Тем, что Они помогают Получать стабильно Вкусный кофеек Для Эспрессо Ну то есть Для кофе Который Будут готовиться На эспрессо машинах Профессиональных Либо Бытовых Но фильтр На воздушках Получается Хороший Но Не такой Сочный Яркий Как на кондукционных Ростерах Мы это понимали Мытый кофеек Натуральный Конечно На кондукционных Поинтереснее И мы год назад Это поняли Когда купили себе Bullet на 1 кг И завели Линейку дорогого кофе И жарили кофе На этом ростере И спустя год Мы такие Блин Надо брать Побольше Как бы И переводить Весь фильтр На кондукцию И мы это сделали Купили ростер Беско И уже перевели Весь фильтр Короче К чему все это К тому что Фильтрец У нас Стал И еще вкуснее Сочнее А цена Осталась Тоже самое И напомню Что по промокоду YouTube В интернет магазине Можно получить скидку 12% А если же вам удобно Покупать на маркетплейсах То Озон Валберис Пожалуйста Покупайте там И еще да Если вы оптовик И вы хотите купить Кофе Для своей кофейни То Вот здесь появится Кур-код Переходите по нему Оставляйте заявку И вам Мы пришлем оптовый прайс-лист Вот И Все условия Вот такая кофейная история Смотрим дальше Как мы Делали вкусный кофе Еще вкуснее С Полиной Владимировой Я здесь поставлю Девятку За аромат В сухом виде Был очень сладкий Была какая-то винность Были немножко Закисшие ягоды Но это Как-то не портило чашку Шоколад Корочки Он был очень приятный Появился какао Также было вино Но как-то Он был Даже приятнее Чем был в сухом виде То есть как-то больше Ароматики не появилось А когда корочку ломала Последнюю чашку Там еще такой букет вылез Какой-то цветочный Супер Ну я сразу Девять поставила То есть Отовсюду все присутствовало Но это то, что вы можете Потом этой чашкой вытащить В ней так было всего много И сахара, и всего Но По вкусу Это все Горазотейше воспринимается У всех этих оттенков Там почти не было Он более плоский Я Ломаю зерно И смотрю Да Смотрю на какая-то растяжка Так как она Свет не хватает Здесь даже не столько Структура Здесь важная структура Зерно должно Растягиваться Во время обшара То есть Какое оно было Зеленое Оно увеличивается Раз в полтора Он должен быть Как шарик Такой равномерно уходит Потому что Каждая клеточка Она же должна Чтобы у нее попала Какая-то энергия Что она образовалась Какая-то малекола Им нужен домик А если он остается Таким плоским То им некогда Образоваться Вообще Для тайфуна Мне кажется У вас очень хорошая Эта карматика сохранилась Потому что обычно Это всякие конвекционные Они очень легко Ароматные То есть зерно Высушивают вначале Я сушку Я пришел к тому За два года Что я сушку Очень сильно меньше Сделал Чем на стандартном Кростере Потому что Если растягивать сушку И примерно К стандартам Обжарки Стремиться То все там Те романтика Какое время Все там 6.30 6.40 Например Кармализацию Когда я ее растягивала Чтобы она была более сладкой И чтобы Без 40 Реально получился То я пробовала Понижать Энергию Было плохо Вначале На сушке Или на кармализации На кармализации Понижать Ну там Не сильно Чуть-чуть понижала Но тогда Получалось У меня такое Плоское тело Шершавость Ничего Но я понимала Что нужно растянуть То есть я газ сохраняла Добавляла воздух Ну там Словно холодный Какой-то Чуть холоднее Таким образом растягивалось Ну секунд там На 30 Добавлялось Вот я скидываю Вот газ тут видно Что оп И рож сам потом Начинает слабиться Вы можете сделать Просто изначально Меньше газа Чтобы ему хватить У меня в принципе Газ плюс мысль Одинаковый На протяжении всего обжара Цель Потому что Чтобы вот эту часть На больше ноги зайти На больше ноги зайти Карамелизация Да Потому что страшно Но Не я Супер Мы же для этого Свои приехали Тут уже Какая тема Что можем сделать Можно условно взять Кофе Какой-то лот Пожарить его Вот так Потом второй момент Пожарить его По-другому И треть Пожарить по-другому И также Попробуйте Посмотреть Что получится Мы же эту работу Не бросим На сегодняшний день Правильно Вот И розыгрыш Мы не могли вас Оставить без розыгрыша В этом видео Давайте мы разыграем 6 Позиция кофе Все что мы пробовали Это будет 2 кени Это будет 2 эфиопии Одна натуралка Другая мытая И вот Будет Колумбия Опять Не 6 5 Позиция кофе Условия Как-то Сюда правильно простые Это лайк Подписка на канал И либо комментарий К этому ролику Желательно Про кофе Еще я пьем это Аромат у нее был Мне даже было 8,5 стояло На сухом аромате Она очень классная была Цветочная Легкая Сладкая Абрикосовая То есть много-много чего было Не слишком ярко Но очень четко Очевидно Тот самый случай Когда Когда не придумываешь Историю про описание Она там реально есть Но Корочки Уже потерялась Осталась Ниже интенсивность Все то же самое Родик Но очень тихо Такое не должно быть Может быть Зерно Например Бывает такое Что зерно Просто не очень Уже там Не знаю Богатое чем-то Тогда бы аромата Такого не было Тогда он был попроще А вот здесь Она видишь Она такая приподнята Она зажата Все еще И местами Такое Слух У нее должна быть Сушка подольше быть По сравнению С этой фёппи Центральная Ну потому что Она и плотнее Да Она зажившая Она и поэтому Она немножко Конечно выглядит Как будто Много недозревших есть Это сам Тоже Недозревшая я Но она скорее На стадии Когда была больше Цитрус в этом вкусе Хотя в принципе У нее абрикос есть Это класс Потому что Фёппи для меня Должна быть абрикосовая А большинство Она не абрикосовая Совсем Еще раз У нее есть Вот эта Абрикосовость была Это прикольно Спасибо большое Кофе Отличный выбор Хорошая Хорошая Но есть что улучшить Но все было притихше Хочется добавить Чуть-чуть Кения В сухом аромате Она была Просто овощная И ничего Мне не было Я поставила 7 баллов Она вроде как яркая Но она была ярко-овощная А в корочке Она стала поинтереснее Какая-то ягода появилась Эфипи выглядит Старее, чем Кения Ну здесь то же самое Видите Она такая зажатая Вот как-то Я человек Который не понял Про зажатая Как ты понимаешь Что она зажатая Вот и она Как проявляется Она должна быть Растянута Вот это вот Разделитель по центру Да Вот он тоже А он вот такой остался Мы его не растянули Вот Но здесь Кения Она зажата Вот ее прям Как-то хочется Ее все из него И она в принципе К концу-то стала получше Там и кислотностью появилась Да Так, еще раз Смотри, она У тебя Больше всех Она стала Может быть С ней все в порядке Друзья Можно собрать овощ Овощ Это может быть Зерно Тоже как вариант Что может быть У вас есть Арахис Клакер Чем-то Посмотри Слушай, ну может Знаете что здесь Может все-таки Ей Концовочку Ничего не менять здесь А помнять концовку Что будет Оно朝 ромашка. Ну, все ромашка, это для меня это тоже обычный признак сушки. Что-то с ним. Не, ну, серия что? Это требует меньше всего коррекции за 100%. Так, а что, у нас финальный? С ними не на камеру. Но здесь, в этой основе чувствуется кофе не очень хорошего качества, в плане, что он уже состарился, потому что там тоже была шершавость, плоскость, древесность, просто латтон скрывает все это. Ну, не знаю, мне кажется, если уже что-то брать ароматизированно, хотя бы, чтобы это было фруктовое, я не знаю. Так, Влад, какие выводы? К каким заключениям ты пришел? К каким заключениям? Чтобы пересмотреть во многих подачу энергии на первом этапе, возможно, где-то удлинить сушку и на креке отдавать больше... А? У вас вода жесткая? Жеще? У нас вода 125. Стандарт. Скоро получим мою сертификацию. И потому что вы можете потом повторно поставить этот же кофе у себя на всякий случай. Будет ли это поярче? Или будет так же двигаться? Мы финалим. Мне было полезно. Повторюсь, я для себя понял две вещи. Первая, это будет хорошо сделать референсы на пять позиций, чтобы команде все было легче и все были более откалиброваны в установке профилей на кофеек. Вот. И процесировать гипотезу нужно. Взять этот же кофе, пожарить его так же, пожарить новый кофе. Когда мы сделаем? Завтра. Завтра. Во-первых, было очень интересно пробовать кофе. Очень хорошая патерна. Вообще просто крутые. Маленькие коррекции сделаем, мне кажется, будет бомба. Я буду счастливой поставить вас на полочку. Печоря? Ну, для фитра. Не зря приехали. Если вы жарите кофе и хотите улучшать свой продукт, а мы собственно сюда приехали именно за этим, то welcome, Полина, пишите. Куда писать? А в комментариях мы оставим в описании. Полина Дебуч. Попытка вести канал YouTube. Надеюсь, что я все-таки... Я начала уже вести его потихонечку. Будет все большое. Кстати, YouTube. Еще момент, Полина, какая история у нас была? Год назад. Год назад. Полина, делая YouTube, такая, блин, страшно, ходить в люди, общаться, хейтеры и всякие. Потом написала в Instagram, ребята, что скажете? Я говорю, да, нужно делать. Я год подождала. Прихожу уже к Жене, я уже отработал какие-то там варианты, я знаю, как сделать так, чтобы он рос. Это круто, значит, я зря ждала год, чтобы он дал свои рекомендации. И мы решили попробовать сделать что-то совместное. Да, я каждый раз после общения с Полиной, это, знаете, как вот ты, когда выходишь с обучения, думаешь, блин, я все знаю. А после общения с Полиной выходишь очень расстроенный, думаешь, блин, я ничего не знаю. И я Полине говорил, пора YouTube делать, кладить знания и выгрузить всему рынку эту ценность, а то не справедливо в себе держать. Жадничает, Полина, и держит в себе все. Вот. И ты начала, да? Да, я сделала первое видео эмоционально после первого потока отбора обращения года. Мы встретились с Араматом Хомченко, мне кажется, была шикарная встреча. Я уже задумала вторую встречу, но постепенно мы будем двигаться. Может быть, мы в понедельник это все пожарим и отправим тебе? У тебя будет возможность как-то делать, попробовать? Просто к дому заварить я могу, дома я делала в кастрюлинге. У меня, во-первых, муж. Кастрюлинг? Кастрюлинг. Это как? Как? Блин, Жень, знаешь? Чашки, пару заварить? Кастрюли. Кастрюли. Кастрюлинг. Да, принцип капинга только в кастрюле. Ты сейчас шутишь, да? Нет. Замитые видео. Кастрюлинг. Мне кажется, это ролик для твоего канала. Было три назад я уже это в Инстаграме. Да, у меня есть Инстаграм-видео про это. Серьезно? Там даже, ну вот в актуальном есть кастрюлинг, по-моему. Не знаю, как сейчас, был точек. Я делала по утрам все время кастрюлинг. У меня муж пьет много кофе. Молала кофе, залила самая обычная вода из-под проводной, которая у меня, у меня вода идеальна, 150 ппм, льет, сесывая крана. Закипятила в чайничке, залила водичкой, там, постояла, пошла в душ, там, не знаю, зарядку сделала, что-то мне нужно, кофе заваривается. А фильтруешь как? Просто перемешиваю, чуть перемешиваю, до конца просто гуще, переливаю в термос, и хранится на два термоса, один термос, зависит от того. Кастрюлинг, вот и оставим в описании продукты все Полины, в том числе YouTube. Все, пока-пока. Пока.